Ну чего точно нельзя было ожидать, проснувшись утром 24 марта в Краснодаре, так это этого. Снега, вы понимаете, снега в конце марта. Удивительная погода. Первым делом я решила выйти на улицу, чтобы показать вам ту красоту, которую я наблюдаю каждый день, ходя по дороге до вуза. Это первоцветы, но так как сегодня выпал снег, соответственно, они лежат под снегом. Я не знала название этих цветов, но я посмотрела в интернете, и если я не ошибаюсь, то это называется пролески. Причем вид, который повсеместно произрастает здесь, в Краснодарском крае, это пролеска сибирская. И вот такими голубыми колокольчиками просто были усеяны уже многие дворы. В горах я не была, но это те первоцветы, которые первые появляются. Очень красивые и нежные цветы. Так как я не особо разбираюсь в кустарниках, в цветах, я назвала этот куст кизилом. У кизила тоже желтые цветы, но когда я пришла домой, я решила уточнить, действительно ли это кизил на самом-то деле. Я нашла в интернете информацию, что это кустарник, который называется форезиция. Так что, в принципе, не могу ничего сказать про этот кустарник. Просто он имеет очень яркие желтые цветы, и один из первых распускается весной. Вот еще цветы под снегом. Бутончики уже назревают. Вот они готовятся распуститься. Ну, тоже под снегом. Здесь прям такая клумбочка будет. И, пожалуй, самые частые цветы, которые я вижу, когда путешествую по горам Краснодарского края, это цикламены. Их здесь много росло, но сейчас снегом все припорошило. Покажу некоторые из них, которые видно. Первый раз с ними я столкнулась, когда ходила в поход весной в Горячий Ключ. Тогда я не знала их названия, и мне написали, а теперь я выучила флору Краснодарского края. Очень красивые, нежные такие розовые, яркие цветы. Насколько я помню, даже вроде бы занесены в Красную книгу. Они очень похожи на фиалки. Вот некоторые, которые не скрыты снегом. Посмотрите. Очень, конечно, красивые цветы. Еще один цветок, который я не знаю, как называется, но я нашла похожий в интернете. Возможно, что это не он, но это весенник. То есть один из первоцветов, которые просыпаются весной на Кавказе. Вот так они выглядят. Длинные такие стебельки и желтые цветочки. Ну и также знакомая многим примула. Моей мамы в саду тоже она растет. Вот так же эти цветы первый раз мы увидели в горах горячего ключа. Растет она кустиками. Небольшой вот такой кустик, на котором может быть несколько цветочков. Краснодарцы, конечно же, сразу поняли, в чем причина такой аномалии на юге, что уже в который раз выпадает снег, и снег выпадает даже уже в конце марта. Сказали, что виноваты панаефи, которые привозят из своих северных городов в карманах снег и тем самым превращая Краснодар в Новосибирск. Смешно? Смешно. Но факт остается фактом, что в этом году у природы свои причуды. Это так. Например, в прошлом году в это самое время уже было очень тепло в Краснодарском крае. Я помню, что до объявления карантина я успела сходить аж в целых два похода в горячий ключ. И там по горам я ходила в футболке. Да, сейчас в это сложно поверить, потому что лежит снег. А тогда на солнце температура, наверное, доходила до градусов 25 смело. И то, что происходит в этом году, это точно аномально. Ну, с чем действительно это связано? Моё мнение, что это какие-то просто циклоны, которые идут с севера, например. Год на год не сходится. Какое будет лето, мы, конечно же, увидим с вами. От весны я ожидала, честно говоря, многого, потому что я планировала тоже сходить куда-нибудь в поход, побывать в горах. Но пока погода абсолютно не даёт мне это сделать, потому что в горах, как вы знаете, грязно. И нужно дождаться, когда наконец-то будет хотя бы тёплая погода, не будет дождя. Потому что последние недели у нас очень часто идёт дождь. И то есть, ну, вы понимаете, что после дождя в горах делать нечего. А цветы-то, первосветы, они ведь уже давно у нас цветут. Наблюдаю я их пока в городе. Когда я смогу побывать уже в горах Краснодарского края, пока, к сожалению, неизвестно. Я знаю, что среди моих зрителей есть местные жители, кубанцы. Поэтому напишите, как давно в Краснодарском крае не было вот такой вот погоды. На моей памяти, да, это самая снежная зима и самая снежная весна. Что касается моих знакомых, то они говорят, что да, последние лет 5, вот 100% не было настолько снежной зимы, весны. И для них это тоже шок. Многие хотят уже, чтобы наступила весна, настоящая, полноценная, кубанская. Потому что весна, ну, поверьте, это одно из самых прекрасных времён года на Кубани. Всё вокруг цветёт, всё красиво, всё пышет, ароматы. Особенно вишня, яблони, то есть города Кубани, станицы, они начинают просто расцветать, благоухать. Поэтому ждём с нетерпением этого времени года, когда будем наслаждаться. И я обязательно это вам покажу, поэтому оставайтесь со мной.